Итак, продолжаем наводить порядок в голове, в доме, в своих компьютерах и в делах. И сейчас мы поговорим про хвосты, так называемые. Это мелкие дела в личной и профессиональных сферах, не требующие долгой концентрации внимания. Их легко сделать, нужно только время, ну небольшое, да. И может быть это какие-то обязательства другим людям, вы что-то пообещали, вот не сделали, это тоже хвосты, их тоже надо выполнить. Ну давайте я вам как пример покажу, вот вы можете сделать себе такую табличку. Я вам по окончании нашего курса выдам полную табличку, она очень интересная. Ну пока делайте сами или можете у себя опять же в тетради записать или в любом удобном документе. Но у вас будет такая табличка. Значит, что это за дела? Вот, например, я написала записать урок про цены. Вот у меня курс такой, он из трех уроков должен состоять, да. Там еще два урока, это все очень быстро можно доделать, но я его все оттягиваю, никак не доделаю. Вот записать урок про цены. Потом пересадить цветок. Вот я на примере пересадить цветок вам расскажу. Вот чтобы мне пересадить цветок, мне надо купить новый горшок, мне надо купить земли, куда его пересаживать. Поэтому, если у вас этого всего нету, то вы записываете купить горшок для цветка, купить землю для цветка, потом пересадить цветок. То есть разбиваете на несколько частей это все. Потому что если вы, вот у меня есть уже и горшок, и земля, да, надо только пересадить, и я не могу его, наверное, месяц уже добраться до него. Вот, поэтому вы берете, если у вас такая ситуация, что вам надо пересадить горшок, цветок, вот, но нету горшка, то вы пишите купить горшок, купить землю, и потом пересадить цветок. То есть вот так вот у вас будет. Что такое хвосты? Хвосты это какие-то дела, которые не требуют концентрации, внимания. И вот хвосты нужно делать такие, писать так, чтобы вы смогли это разбить на несколько частей. То есть сделать за один раз. Если за один раз не сделаете, то значит разбиваете на несколько частей. Хвост не требует денег, не требует сил, не требует внимания и не требует энергии. Требует только небольшое время. И закрывать. Вот сегодня вам задание написать вот это все. Ну, какие-то хвостики ваши выписать, да. Вы их постоянно будете пополнять, потому что вот эти хвосты нам не дают сосредоточиться. Вы как бы начинаете свой рабочий день и думаешь, и то ли это сделать, то ли вот это, и вот это надо, и еще что-то надо. Вот нам это все мешает. И мы, чтобы навести порядок в нашей жизни, мы будем вот эти хвосты выписывать и закрывать. Так вот, задание сегодня – выписать несколько хвостов и закрыть один. Самый простой сегодня – закрыть один. Зачем это важно? Это важно, чтобы возвратить, ну, скажем так, доверие к себе, чувствовать, что вы управляете материей, управляете своей жизнью. То есть возьмите какой-то маленький пятиминутный хвостик и, ну, или уберите где-то что-то, да. Да, я вот сейчас пойду цветок пересажу. И делайте один хвост в день, закрывайте, либо, ну, в неделю можно закрыть 3-4 хвоста. И еще, ну, постоянно добавляйте. Вы потом будете вспоминать. Я знаю, что люди, которые работают в интернете, да и не только в интернете, у них вот полно вот таких вот незакрытых дел, просто полно, просто очень много. И давайте я еще покажу, как с этой табличкой работать. Вот здесь, где примечание, вы ставите расстановка приоритетов. Вот, расстановка приоритетов. Ставите по шкале. Если, допустим, один, ну, давайте я вам кое-что хочу показать, поэтому я один сюда поставлю. Вот, один, это первостепенно важно, прям надо сделать в ближайшую неделю. Две, это очень важно. Ну, два, допустим, это, ну, после этого. Три, это полезные действия, но уже не так важно. Ну, вот, допустим, я сюда поставлю три. Вот у меня, к примеру, я хочу посуду выставить на продажу, да, вот, потому что мне она не нужна сейчас. И потом, к примеру, четыре по приоритету. Это просто идеи, до которых, может быть, дело не дойдет, но хотелось бы, ну, вдруг, вдруг созреет, да, вдруг вы начнете с ними работать. То есть, вот так выставляйте то, что не очень важно. И старайтесь работать с этой табличкой, ну, хотя бы, там, пару раз в неделю, хоть раз в неделю, добавляйте, заполняйте по мере, там, каких-то новых идей, новых задач. Вот, и давайте вот так вот сделаем. Я поставлю, допустим, сюда вот тоже один. Ну, это как пример. Теперь, что мы делаем? Вот мы поставили, вот, таким образом, наши приоритеты. Так, и теперь, подождите. Вот если вы в табличке делаете, то нажимаете вот сюда, где буквочка А правой кнопкой мышки и сортировать от А до Я. И вот вы видите, что они 1, 2, 1, 1, 2, 3, да. Все, я посортировала их от А до Я и сейчас иду и что-то делаю. Здесь, например, вы можете, здесь мы пишем время. Если у вас вот так тоже получилось, можно сдвинуть табличку. Здесь мы пишем время, вот, допустим, сфотографировать посуду. Это у меня занимает 10 минут, пускай, да. И выставить на продажу, это у меня занимает, там, ну, еще 20 минут, потому что надо объявление написать. Здесь, где комментарии, вы можете какие-то ссылки, какие-то заметки писать. Ну, например, я напишу OLX, да, вот. То есть я знаю, куда я хочу его выставить. Может, еще куда-то. Ну, вот, все. И вот таким образом вы берете, и каждый день хорошо бы было по одному делать, хвосту закрывать. Но, как минимум, 3 хвоста в неделю надо закрывать. Если у вас очень много приоритетов, вот так, 1-1-1-1-1, значит, пересмотрите, потому что это, ну, неправильно так быть не должно. Вы все сразу не сделаете. Все равно из этих 1-1-1 выберите действительно 1, остальное нажмите 2. И все, ребята, встречаемся в следующем уроке. Выполняйте, делайте вот эти хвосты, выписывайте эти хвосты, закрывайте эти хвосты. Мы с вами будем дальше наводить порядок в нашей жизни, управлять временем. Временем вы увидите, что к концу нашего курса у вас освободится, у вас появится очень много времени для того, чтобы делать бизнес и не будет каши в голове. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео по этой теме. На связи была Любовь Долгая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!